Приветствую вас, народ Божий! Слава Господу! Мы сегодня стали еще ближе на один день, к той славной встрече, когда Господь Иисус Христос приедет в Свою Церковь от этой земли. Уже немножко осталось, а больше прошла Церковь по этому пути. Я прочитаю Слово Господне, которое записано в книге «Исход», глава 12. Древок Священного Писания, который повествует о том, что было в древности. А сегодня мы смотрим на эти знаки, которые перед нами, и вспоминаем, что было раньше, до этого. И читаем такие слова. Книга «Исход», глава 12, с первого стиха. «И сказал Господь Моисею и Арону в земле египетской, говоря, «Месяц сей добудет у вас с началом месяца, а в первом добудет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так молод, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильтянского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на боих косяках и на перекладе дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами. Пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но, оставшись от него до утра, сожгите на огне. Ешьте же вот так. Пусть будут шресла ваши припоясаны, обуваши на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и порожу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день всей памяти, и празднуйте онный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». С 24 стиха. «Храните сие, как закон для себя и для сынов своих, навеки, когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилев в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил». Праздник Пасхи был неразрывно связан с событием, имевшим место в исходе для народа израильского. Эта связь никогда не должна была быть забыта, это навсегда вошло в историю Израиля как день освобождения из Египта. И мы прочитали. «Да будет вам день сей памятен, храните сие, как закон для себя и для сынов своих, навеки, соблюдайте сие служение». То есть напоминайте, напоминайте, говорите. Спустя еще 40 лет, после этих слов, после этого события, Моисей снова произносит слова напоминания новому поколению, книг второзакония. «Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу Твоему, дабы ты помнил день ишествия Твоего из земли египетской во все дни жизни Твоей. Дабы ты помнил день». Слово «помнил» – это было ключевое слово во время празднования Пасхи, так же, как и сейчас во время вечерей Господней. Напоминай, вспоминайте, вспоминайте, вспоминайте. Это ключевое слово было тогда, и сейчас оно звучит. И читаем слова Христа, записанные в Евангелии, 22 глава, 19 стих. «И взял хлеб, и благодарил, преломил, подал им, говоря, все есть тело мое, которое за вас предается, все творите в мое воспоминание. Это делайте, вспоминая меня. Совершая хлеб, преломление, вспоминая меня. И доколе он придет, вспоминая меня». В нашей местности, в сельской церкви, был дом молитвы, он сейчас там есть, много семей, многодетные семьи. И однажды родители, детей брали на собрание, и однажды родители говорят, политическая обстановка поменялась, смотрящих много приходят, давайте в это воскресенье оставим детей дома. И решили родители оставить детей дома. Сами пошли на утрешнее служение. Дом молитвы находился на соседней улице, закончилось служение, идут домой, перегнули на улицу, ни одного ребенка на улице нет. из ихних. Детских голосов не слышно. Подходят ближе к дому, где они жили, там домики верующих рядом, поселялись так раньше. Нету во дворе. В сад заглянули, нету детей. Ни одного голоса не слышно. Животное на месте, куры в клетках. Нету детей. Хозяин потихоньку подкрывает дверь и слышит голос мальчика лет двенадцати. Прислушались, а он читает с одиннадцатой главы первого послания к Коринфянам. открывает дверь, а там на столе хлеб и виноградный сок. Стоит мальчик с новым заветом, а все дети сидят, слушают. Что они совершали? Кто их научил? И Бог сказал Моисею, скажите. И дети будут спрашивать, что это вы делаете? Десятый раз в этом году, что вы делаете? Зачем? Скажите. Скажите это, чтобы дети знали и передали следующему поколению. Старшие люди помнят, знают. Раньше, вообще во всех домах, я не помню такого дома молитвы, где не было текста Священного Писания. Мы проповедуем какое слово? Христа распятого. И второй текст. Бог есть любовь. На севере или на юге, на западе или на востоке, где не посещал дома молитвы, проходил за нас все. К братьям прошел. Здесь проповеду Христа распятого. Бог любит меня, Бог любит нас. Это какое прекрасное счастье. И апостол Павел писал Коринфянам, напоминаем вам, братья Евангелия, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Это самое ценное и самое главное, что должны мы знать и передать нашим детям. И исполнять, доколе Он придет. И как вы с вами здесь прочитали в книге Исход. И когда скажут вам дети, 26 стих, 12 глава, и когда скажут вам, дети ваши, что это за служение? Скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо сынов Израилев в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился. Что мы сделаем сейчас, услышав слово об Иисусе Христе? Давайте сделаем, как израильтяне. Преклонимся и поклонимся пред нашим Господом. Аминь. По-моему.